Декабрь 2008 года В Таджинском государственном медицинском университете имени Абули Месино Проводится реформирование медицинского образования с адаптацией стандартам европейского и международного медицинского образования Для реформирования наш университет был поддержан швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству в Республике Таджикистан Выделяя грант для реализации проекта реформы медицинского образования в Республике Таджикистан В качестве основного партнера был выбран Швейцарский институт тропического и общественного здравоохранения, а в качестве консультантов были привлечены международные эксперты, профессора из университетов Цюриха, Базеля, Швейцарии, университета Калгари, Канады и Казахстана. В рамках проекта реформирования медицинского образования пересмотрены стандарт, учебная программа и учебный план медицинских факультетов университета с адаптацией стандартам европейского и международного медицинского образования, направленный на подготовку врача общей практики, развитие семейной медицины, повышение качества знаний, навыков и умений студентов и выпускников университета с учетом потребностей системы здравоохранения. В рамках проекта реформирования медицинского и фармацевтического образования, утвержденных правительством Республики Тачикстан в 2004 году, и в рамках проекта реформы медицинского образования, решением ученого совета Тачикского государственного медицинского университета им. Абуалин Пусинова в 2012 году был образован Центр обучения практических наук. Целью создания данного центра была поддержка и развитие клинической компетенции обучающихся, обеспечение оптимальной среды для клинического и коммуникативного обучения и реализация принципа непрерывного обучения. Девизом центра стало обеспечение соответствующей образовательной среды. По инициативе ректора Тачикского государственного медицинского университета им. Абулев Дзино, профессора Гулзода Мамашу Курбонали и всесторонной помощи руководства Швейцарского агентства развития сотрудничества Республики Тачикстан, Швейцарского института тропийского и общественного здравоохранения и проекта реформирования медицинского образования. Центр обучения клинических навыков переведен на второй и пятый этажи нового достроенного пятиэтажного учебного корпуса университета с расширением возможностей и повышением эффективности использования Центра обучения клинических навыков в рамках третьей фазы проекта реформирования медицинского образования. В 2017 году Центр переехал в новое здание в комплексе учебных зданий Шифобахш. Имеется 14 учебно-клинических аудиторий, общая площадь Центра составила более 1300 квадратных метров. В Центре преподают более 400 практических навыков по 10 клиническим специальностям, такие как акушистогинекология, акушистология, реанимация, внутренние болезни, педиатрия, анатология, естественное дело, отоларингология, офтальмология, стоматология, хирургия, травматология. В перспективе намечается расширение клинических специальностей, которым можно обучиться в нашем Центре, и увеличение количества обучаемых практических навыков. Также в Центре функционирует анатомическая мультимедийная лаборатория, использование планшетов, телевизионных экранов и специальной мультимедийной анатомической программы «Атлас. Анатомия человека» в формате 3D. В Центре обучения клинических навыков университета имеются все необходимые условия для студентов для изучения и развития практических и коммуникационных навыков по всем основным клиническим предметам. Также в Центре обучения клинических навыков проводятся мастер-классы, круглые столы, семинары, тренинги для студентов, интернов, клинических ординаторов, аспирантов и преподавателей клинических кафедр нашего университета. Требования новых государственных образовательных стандартов, профессиональных компетенций выпускников и объективные условия реальной практики в здравоохранении диктуют необходимость изменения в методологии медицинского образования. Выпускник вуза обязан владеть определенным рекламентируемым объемом практических навыков и умений, поэтому закономерно, что одним из главных направлений в сфере высшего медицинского образования является необходимость значительного усиления практического аспекта подготовки будущих врачей при сохранении должного уровня теоретических знаний. В то время как получение теоретических знаний не представляет больших сложностей, поскольку в распоряжении студентов и специалистов имеются книги, статьи, лекции, видеоматериалы, получение практического опыта всегда труднодостижимо, а главное сопряжено с риском для здоровья реального пациента. Для этого и создаются симуляционные центры, учебные кабинеты, в которых профессиональное действие может быть неоднократно повторено для выработки уверенности в выполнении и ликвидации ошибок. Нами используются игровые методы обучения, специальные тренажеры, симуляторы и фантомы. В результате выигрывает и преподаватель, и студент, поскольку преподаватель сможет не только объяснить, но и практически показывать материал, а студент сможет гармонично связать теоретическое знание с практическими навыками. Я считаю, что врач любой специальности обязан владеть всем арсеналом знаний и умений, позволяющих в трудных ситуациях выбрать единственный правильный диагноз и провести адекватное лечебное мероприятие. Помочь в этом нам должна оптимальная программа освоения необходимым профессиональным навыкам. В этом помогает внедрение современных тренажерных комплексов нового поколения, создание базовых учебных центров, помогающих плавно перекидывающих мостик от имитации в клинику к реальному пациенту. При использовании данных, технологий, учебных процессов мы сталкиваемся с определенными ситуациями, таким же, как в реальной жизни, но которые в процессе обучения в клинике нам не удалось увидеть, и мы можем выполнить клинические навыки, не причиняя вреда пациенту. Как известно, для будущего врача на роде с хорошими теоретическими знаниями очень важное значение имеет развитие навыков и умений. Во всем мире, в медицинском образовании, для развития практических и коммуникативных профессиональных навыков студентов, кроме обучения в клиниках, также широко используется современная симуляционная технология. Занятия в центре практических навыков – это интересный и интенсивный процесс освоения знаний и навыков, где есть возможность исправления ошибок, улучшения качества выполнения тех или иных навыков, в результате чего действия по выполнению практических и клинических навыков становятся легкими и доводятся до автоматизма. Современный врач-профессионал должен обладать высокоточными, отработанными профессиональными клиническими навыками. Мы студенты. Хорошо знаем, что медицинское образование имеет свою специфику. Всем хорошо известно, а самополагающий постулат медицины – не навреди, означающий, что своим действиям медик рискует нанести вред своему пациенту. Соответственно, чем больше действий, тем больше риск. А действовать, то есть помочь, надо. При этом очевидно, что наибольшую опасность для пациентов представляет необоснованные, непрофессиональные и неотработанные действия врача. Таким образом, принцип, сформулированный Гиппократом, побуждает нас принимать только обоснованные, профессиональные и отработанные действия. Этому всему нам помогает и учит наш центр. Студентам, интернам, клиническим ординаторам очень нравится обучаться и развивать свои навыки и умения в центре обучения клинических навыков с использованием симуляционной современной технологии, с использованием современных стимуляторов, муляжей и медицинских инструментов. Нам, студентам, очень нравится посещать центры обучения практических навыков, так как у нас есть возможность развивать наши практические и коммуникативные навыки, используя современные симуляционные технологии и стандартизированные пациенты, развивать наши навыки и умения. Очень много желающих занимается дополнительно после занятий, поэтому центры обучения клинических навыков университета, обучение проводится по двум расписаниям, то есть по основному расписанию и по дополнительным, те, которые дополнительно после занятий изъявляют желание развивать свои практические навыки и коммуникативные навыки. Кроме занятий по расписанию ежедневно, с двух до шести специалистами центра проводятся консультативные занятия для желающих студентов и клинических ординаторов. Одним из главных преимуществ симуляционного обучения в центре обучения практических навыков является то, что перед посещением пациента, физикальным обследованием и проведением каких-либо манипуляций, мы, студенты, имеем возможность предварительно изучить их на фантомах, манекенах и симуляторах. После этого мы уверенно можем идти к больному для обследования и назначения лечения. Кроме этого, в центре обучения практических навыков проводится прием практического экзамена по ОСК, по семейной медицине, по клиническому году обучения, первого этапа государственного выпускного экзамена шестого курса медицинского факультета, интернов и клинических ординаторов. В Таджийском государственном медицинском университете имени Абу Али Эбни Сино создали все условия для качественного обучения и подготовки высококвалифицированных врачей. Доказательством этого является то, что в Таджийском государственном медицинском университете имени Абу Али Эбни Сино обучается 1126 иностранных студентов из 13 стран мира. Выпускники Таджийского государственного медицинского университета работают в качестве врачей, руководителей медицинских учреждений, руководителей научных организаций в более 42 странах мира. Анализы показали, что в результате проведенной совместно с нашими партнерами реформе медицинского образования отмечается повышение качества знаний, умений, навыков студентов и выпускников университета. Отмечается прогресс в процессе обучения, в частности, семейной медицине и профессорской преподавательной состава университета. Пользуясь удобным случаем, я от имени студентов хочу выразить благодарность правительству нашей страны, руководству Таджийского государственного медицинского университета, во главе с профессором Гудзуда Махмашов Курбонали и проектом реформирования медицинского образования за то, что создали для нас этот центр на международном уровне оснащения. От имени ректора, профессора Гудзуда Махмашов Курбонали, руководства, профессорского преподавателя состава и студентов Таджийского государственного медицинского университета имени Абу Али Ибн Сино выражаем искреннюю благодарность руководству Швейцарского агентства развития и сотрудничества в Республике Таджикистан, Швейцарскому институту терапевтического и общественного здравоохранения, проекту реформирования медицинского образования и всем консультантам из университетов Швейцарии, Канады и Казахстана за всесторонную помощь для создания центра обучения клинических навыков Таджийского государственного медицинского университета имени Абу Али Ибн Сино реформирование медицинского образования и вхождение Таджийского государственного медицинского университета имени Абу Али Ибн Сино в европейское и международное медицинское образовательное пространство в рамках проекта реформирования медицинского образования Республики Таджикистан. Необходимо отметить, что все эти достижения доступны благодаря всесторонной поддержке системы здравоохранения, образования и подготовке молодых кадров со стороны главы государства и правительства, основоположения мира и национального согласия, лидера нации, президента республики Таджикстан, уважаемого Эммабали Рахмана. Продолжение следует...